Приветствую вас, друзья, на своей маленькой кухне. Сегодня я покажу вам, как я готовлю картофель по-французски. Я его знаю как картофель гротан, но тем не менее, пусть будет картофель по-французски, чтобы каждый понимал, о чем я говорю. Я покажу вам вариант этого картофеля, как его делают для меню. В дальнейшем в своих видео я покажу также вариант, как этот картофель тоже приготовляют и как его потом нарезают, чтобы при подаче, когда его разогревают, чтобы он просто-напросто не расплывался. Но это все будет потом. А сегодня я покажу вам одну из его версий. Итак, приступим. Для приготовления картофеля по-французски мне понадобится сорт картофеля мучнистый. То есть, другими словами, картофель, который хорошо разваривается, который богат крахмалом. Оливки 30%-ные, соль, перец, росмарин. Если у вас есть тимьян, то он очень тоже хорошо сюда подойдет. Три зубочка чеснока, мускатный орех и пару листочков лаврового листа. Это, в принципе, все компоненты, которые нам нужны для приготовления картофеля по-французски. Для начала я картофель весь очищу. Я картофель очистил. В общей сложности я взял всего три картофелины. Это у меня получится шесть порций. Сейчас я придам картофелю форму. Вам этого делать не обязательно. Очищенный картофель, то есть обрезки картофеля, мы не выбрасываем. Ну и как я вижу, я могу дочистить еще одну картофель, на которой прекрасно поместится. Так как у всех формы для запекания разные, нужно определиться с количеством сливок. Я делаю это просто. Укладываю картофель в ту форму, в которую я буду выпекать и наливаю заранее отмеренное количество воды. Вот ваш картофель должен примерно вот так быть накрыт. То есть совсем немного высыпать на поверхность. Мне для моего картофеля понадобится 400 миллилитров сливок. Отправляю в кастрюлю розмарин, лавровый лист. Натираю чеснок. И натираю мускатный орех. Сливки нужно будет вскипятить. Немного поварить. Круто посолить. Поперчить. Количество соли в сливках должно быть примерно такое, чтобы вам казалось, что сливки слегка пересоленные. Ну вот я все добавил. Пока сливки варятся, я занимаюсь картофелем дальше. Теперь я беру картофель и я его надрезаю. Примерно вот так. Но надрезаю так, чтобы не до конца. То есть я сейчас раскрою. Я сначала до конца дорежу. Чтобы картофель оставался целым. Режу как можно тоньше. Это нужно для того, чтобы сливки проникли вглубь картофеля и проварили его. Ну вот я думаю, вот так уже видно более хорошо. Итак, все картофелины. Картофель у меня подготовлен. Осталось вскипятить сливки. Добавить достаточное количество соли. Загустить кукурузным крахмалом. И потом всю эту массу через сито мы вольем в картофель. И поставим печься примерно на 45 минут при температуре 170 градусов. Сливки немного поварились. Росмарин отдал свой аромат. Чеснок уже проварился. То есть он не такой интенсивный. Я посолил. Соли хватает. Мускат, перец уже там. Теперь я разведу немного кукурузного крахмала. Разведу я просто молоком. Холодным. То есть крахмал прекрасно растворяется в молоке. И в воде. Размешиваем так, чтобы не осталось комочков. Крахмал я взял буквально 10 грамм. Может быть мне он даже весь и не понадобится. Ну и тоненькой струйкой слегка загущаю. Даю немного покипеть, чтобы мне посмотреть консистенцию. То есть наши слитки, они не должны быть очень густыми. Вот как раз того количества крахмала, что я взял 10 грамм. На 400 миллилитров сливок. Этого мне хватило. Так, слитки у меня готовы. И я их через сито заливаю картофель. И отправляю картофель теперь запекаться на 45 минут при температуре 170 градусов. Картофель мой печется, а сам я еще пока не обедал. Поэтому, чтобы картофелю было не скучно сегодня одному, я приготовил для себя дополнительно... Так как у нас осень, я беру овощи по сезону. Я взял кальраби. И я приготовлю для себя говяжий стейк. Тщательно вырезаю все лишнее, все, что не нужно, все, что несъедобно. Кальраби у меня чистенькая. Режу ее пополам. И нарезаю вот на такие штифты. На сливках я ее делать не буду, так как сливки у меня уже есть в картофеле. В качестве соуса я возьму свой приготовленный жю. Видео я пока еще по нему не сделал. Ну, жю я сварил, я его распорционировал на маленькие мешочки и бросил в морозилку. Ну, вот так вот он выглядит. Если мне нужно немного соуса, мне достаточно достать с морозилки. Допустим, такого мешочка мне хватает на два раза. Разрезать пополам, оттаять сколько нужно, вскипятил. Все, он у меня готов. Мне его больше делать не нужно. Он прекрасно хранится и довольно очень долго. То есть, полгода в морозилке минимум. Вода для кальраби закипела. Я добавляю аккуратно соль. Понемногу. Раз у меня случился такой неприятный казус. Я сварил куриный бульон, который я предварительно не солил. И он сильно кипел. Но бульона было в кастрюле очень много. И после того, как я бросил туда хорошую щепотку соли, то у меня полкастрюли вылетело на плиту. Так что осторожно, чтобы у вас не случилось то же самое. Соль обязательно размешиваем и пробуем. Вода должна быть пересоленая. И отправляем кальраби вариться. Варю я ее 5 минут при закрытой крышке. После 5 минут начинаю проверять на готовность. Моя капуста готова. Я набрал миску с холодной водой. Отправляю туда кусочки льда. И охлаждаю. То есть я прерываю процесс варки. Чтобы капуста у меня была аль денте. Да, кальраби это сорт капусты. Если кто-то мало ли не знает. Ну и начинаю сразу обжаривать стейк. Горячую воду, где я варил кальраби, я ее слил. А в кастрюлю, еще в горячую кастрюлю, добавлю немного топленого масла, чтобы она у меня растопилась. Я впоследствии буду там разогревать свою кальраби. Как делать топленое масло, вы можете найти на моем канале под рубрикой, точнее в плейлисте, разное. Вы можете меня спросить, а зачем охлаждать кальраби, если сейчас я его буду есть? Есть я его буду, но я его буду есть не весь. Мне половины вполне хватит. А половина останется для супруги. Свой стейк я солю сразу. Моему картофелю осталось еще замериться в духовке 15 минут. Этого времени мне хватит для того, чтобы мой стейк дошел тоже. Я его отправляю туда же. Они у меня просто одновременно будут готовы. Так, ну а тем временем я пока вскипечу свой соус. Он уже горячий, вскипел. Я его пока отключу. Ну вот мой стейк и картофель. Я думаю, что хорошо видно, как они готовятся. По истечении 45 минут мой картофель по-французски готов. Вот так он выглядит. Так, чтобы вы могли убедиться, что он полностью проварился. Как вы видите, друзья, у меня все горячее. Все одновременно я подаю в горячей форме. То есть это не каждый может этому нужно учиться. Хотя мне еще знатоки за экраном скажут, что чему-то там учиться. Да, конечно, тут учиться вообще нечему. Совершенно. Ну вот, друзья, такой скромный обед у меня сегодня субботний день. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось мое видео, оставляйте сообщение, делитесь с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Продолжение следует...